Обычно мы говорим о том, что родители должны заботиться о детях. В этом видео я хочу объяснить вам, почему вы должны научить ваших детей заботиться о вас. Не только родители должны заботиться о детях, но и дети должны заботиться о родителях. Две недели назад мы приехали в отпуск. Для того, чтобы отдыхать, мы сняли небольшой таунхаус. У нас было там три комнаты и одна общая комната. И возникла проблема, что дети хотели спать в разных комнатах. Дома у них нет отдельных комнат, они спят в одной комнате, но вот на отдых так почему-то они решили, что они смогут спать в разных комнатах, раз у нас три комнаты. Но на самом деле кровати не хватало для того, чтобы они спали в разных комнатах. Двухспальная кровать, на которой бы поместились мы с Бодей, она была маленькая, и мы вдвоем там не помещались. Поэтому в идеале было бы так, что я сплю в одной комнате на кровати, Бодя в другой комнате и вот есть комната, где два мальчика спят, но они заранее придумали себе, что они будут спать в разных комнатах, но кровати было на одну меньше, поэтому надо было, чтобы либо кто-то из родителей спал вместе с кем-то из детей для того, чтобы разделить детей по комнатам, либо чтобы дети спали в одной комнате. Они начали ссориться, они начали расстраиваться, сразу папа побежал придумывать, как бы сделать так, чтобы все-таки они были в раздельных комнатах. Я стала тоже переживать. Только мы приехали в отпуск, как сразу же получили все стресс. И вот смотрю я на это все и слышу эти крики «Это несправедливо, он в прошлый раз спал в отдельной комнате, теперь я хочу спать! Нет, это несправедливо! Несправедливо, потому что вы мне обещали, что я буду спать в отдельной комнате!» Короче, в общем, шунгам и никакого конструктива. Вы знаете, посмотрела на эту ситуацию и потом собрала всю нашу семью, предварительно поговорив с мужем, и выдала вот такую тираду своим детям. «Торгие мои дети, только что я слышала, как вы решали то, где каждый из вас будет спать, я слышала крики несправедливо, я хочу чтобы было справедливо!» Так вот, дорогие мои дети, что мы хотим с папой вам сказать? Что на самом деле в нашей семье ничего справедливого нету, потому что если бы все было справедливо в нашей семье, тогда бы и ты, Тарас, работал, и ты, Макс, работал, и я, и папа, и мы все зарабатывали бы деньги, содержали бы нашу семью. Это было бы справедливо, правда? Или, например, и ты, Тарас, и ты, Макс, готовил бы кушать, убирал, стирал так же, как это делаю я. Потому что почему я должна все делать и обо всех заботиться, ведь это же несправедливо. Или почему только папа должен работать и на нем лежит все финансовое обеспечение семьи, социальный пакет, страховки, все от него зависит, от его работы. Нравится ему работа, не нравится, он должен идти на работу, потому что это обеспечивает всю нашу семью и дает нам стабильность. Это же несправедливо, понимаете, дорогие дети. Вот если подумать, то и в наших отношениях с Богом тоже ничего справедливого нет. Бог не поступает с нами справедливо, он поступает с нами по милости, по благодати. Если бы он с нами справедливо поступил, то планеты Земли уже завтра бы не существовало, но он нас любит и в этой любви нет справедливости, в этой любви есть благодать и милость. И вот в нашей семье, дорогие дети, тоже справедливости нет. Поэтому ничего странного нет, что вы ожидали одно, а получите, возможно, другое. Следующий момент, который я хотела объяснить моим детям. Я задала им вопрос, говорю, ребята, какое условие должно выполняться, чтобы в вашей жизни все было хорошо? Что самое главное должно быть в вашей жизни? Они задумались. Ну, Тарас начал умно говорить о том, что он уже такой продвинутый парень. Ну, значит, надо молиться, надо любить Бога, надо читать Библию. Макс сказал интересно, он говорит, что ну, надо, чтобы был кто-то, кого я могу попросить о чем-то. То есть он тоже близко подошел. Но я им объяснила, говорю, ребята, смотрите, для того, чтобы вам, детям, было хорошо, чтобы у вас все было нормально, чтобы у вас все было, чтобы у вас была возможность, где жить, что одеть, приехать на отдых, самое главное, чтобы с вашими родителями все было нормально. Потому что ваши родители одевают вас, заботятся о вас, знают все ваши проблемы, ухаживают за вами, когда вы болеете. То есть, по сути, для детей самое важное, чтобы все было нормально с родителями. И вот я хочу, дорогие дети, чтобы вы научились заботиться о нас с папой, так же, как мы заботимся о вас. Безусловно, мы хотим слышать ваши нужды, мы хотим знать ваши потребности, мы хотим давать вам то, что вы хотите. Тарас, я знаю, что ты хочешь жить в отдельной комнате. И уже сейчас и я, и папа, мы делаем все, чтобы эта комната у тебя была в перспективе, в будущем. Прямо сейчас это невозможно. Но мы к этому идем, и это обязательно будет. Но я хочу, чтобы ты тоже позаботился обо мне и позаботился о папе. Поэтому запомните, дорогие дети, самое главное условие, чтобы вам было хорошо и чтобы все у вас было замечательно, это чтобы ваши родители были здоровы, отдохнувшие, в хорошем настроении и чтобы все с ними было нормально. Поэтому заботьтесь о ваших родителях. И мы тоже с Бодей начали думать и говорить с детьми о том, что вот, ребята, смотрите, папа приходит с работы, и он всех спрашивает, как у тебя дела, Тарас, как у тебя дела, Макс. Что ты сегодня успел, какие у тебя проблемы. А вы, дети, спрашиваете, папа, а как у тебя что, как у тебя на работе, а хорошо ли ты себя чувствуешь. И они такие, нет, мы не спрашиваем. Так вот, дорогие дети, мы хотим, чтобы вы спрашивали, чтобы вы заботились о нас. Третье, что я хотела объяснить своим детям в этой ситуации. Ребята, этот отпуск прежде всего для нашего папы, потому что вы можете отдыхать два месяца в году. Плюс у вас еще есть зимние каникулы, плюс у вас есть выходные без школы. Я могу тоже, учитывая, что я не работаю full time, я могу позволить себе отдохнуть в любой момент, остановиться, отложить свою работу и отдохнуть. Наш папа, у него есть две недели отпуска в году. И вот сейчас этот отпуск, когда мы приехали купаться на океан, это, во-первых, для нашего папы, чтобы он отдохнул, чтобы он выспался, чтобы он порадовался всему вокруг. Поэтому мы с вами, дорогие дети, я и вы должны позаботиться, чтобы, во-первых, папе в этом отпуске было хорошо, потому что мы от него зависим. Мы зависим от того, как он будет дальше работать, будет ли он содержать нашу семью, от его настроения. Мы зависим, да, поэтому мы должны о нем позаботиться. Поэтому, во-первых, тот, кто должен выбрать себе комнату, самую лучшую в этом домике, где мы будем жить, тот, кто должен жить в самых комфортных условиях, это должен быть наш папа, и мы о нем позаботимся. Во-вторых, второй человек, которому должен быть комфортно и хорошо, это должна быть мама, потому что от мамы тоже очень много всего зависит на этом отпуске, правда? И мама тоже работает, зарабатывает деньги и оплачивает этот отпуск. Поэтому, во-первых, хорошо и комфортно должно быть маме и папе, а потом уже, конечно же, обязательно должно быть хорошо детям. Поэтому в этой ситуации с этими кроватями, комнатами мы делаем так. У мамы и у папы есть возможность комфортно спать в комфортных комнатах, вы спите вместе в одной комнате, и если кто-то из родителей захочет поменяться с кем-то из детей местами, уступить свою свободную комнату, то тогда мы это сделаем. Но, например, сегодня я не хочу этого делать, я хочу спокойно поспать в своей комнате на своей кровати, а не с кем-то из детей. Дети выслышали все это, и они среагировали хорошо. Я думала о том, что они могут расстроиться, вот типа, вот, а как же мы, а как же наши нужды, потребности, расплакаться даже, вот, но на самом деле они среагировали очень хорошо. Во-первых, когда мы с мужем расставили точки, мы сразу сказали им, как будет, а не мы предлагали им тысячу вариантов решения проблемы. Они успокоились, и они это приняли. И Тарас говорит, да, я хочу о вас позаботиться, я хочу, чтобы вы нормально спали, я хочу, чтобы вы нормально отдыхали. То есть у них, ну, произошло переключение парадигмы, вот при этом разговоре о том, что, да, мы должны заботиться о родителях, потому что наши родители, это самое главное, что обеспечивает нам вообще безбедную, хорошую, счастливую жизнь. И вы знаете, для меня это тоже был сдвиг парадигмы, потому что обычно мы стараемся подстроиться под детей, мы стараемся создать им идеальное окружение, в котором они будут развиваться, они будут хорошо питаться, они будут, у них все будет нормально с режимом дня, все хорошо в школе будет, с друзьями, в церкви, все. Мы вокруг детей, потому что мы родители, мы о них заботимся. Но на самом деле, в другую сторону тоже должна проявляться забота. Во-первых, родители должны понимать, что если я родитель, не выспался, не поел, плохо себя чувствую, у меня плохое настроение просто, меня раздражают мои дети, я буду зверем с моими детьми, я не смогу нормально их воспитывать, я не смогу нормально их дисциплинировать, я не смогу проявлять любовь к ним. Вот поэтому этого зверя лучше не будить, который в нас живет во всех. Поэтому вы должны, во-первых, дорогие родители, давать отдых себе, создавать для себя атмосферу, в которой сможете отдохнуть, расслабиться, набраться сил. И потом заботиться уже о детях. Я, конечно, не говорю о младенцах, которые там на груди висят по 24 часа в сутки. У каждого из вас 100% есть возможность о себе позаботиться. Вы этого не делаете, вы больше детям. О детях, вокруг детей, чтобы им было хорошо. Во-первых, должно быть хорошо вам, тогда будет хорошо вашим детям. И, кстати, ваши дети должны об этом знать. Вот еще тоже интересно, такое для меня это было открытие, что я, как мама, и мы, как вот дети и мама, да, мы должны заботиться о нашем папе. Потому что, на самом деле, от него зависит то, как живет наша семья. И я знаю, что для моего мужа это было очень важно услышать. И мне это важно было сказать, потому что для меня это тоже было открытие. Потому что мы привыкли требовать очень много. Муж пришел домой, узнай, как у меня дела. Помоги мне, выслушай меня. Свози меня туда, сделай для меня что-то. Дети тоже все время требуют от папы чего-то. Ты меня не слушаешь, муж. Ты меня никуда не водишь. Мы никуда не ездим. То есть, у нас постоянно претензии к нашим мужьям. Я хочу заботиться о моем муже. Я хочу показать ему, что я ценю то, что он делает для меня. И я хочу, чтобы это дети тоже видели. Вот у меня с этим проблема была. И я хочу это исправлять в своей жизни. Я хочу, чтобы вы тоже смогли посмотреть на свою семью и увидеть, где вы можете позаботиться о вашем папе, о вашем муже. Сделать это вместе с детьми. Вот, и, дорогие мои, я не знаю, как это практически сделать, но, по крайней мере, вы должны для себя понять, что я, во-первых, если со мной все хорошо, я смогу быть доброй с моими детьми, я смогу им очень много дать. И это нужно донести до детей. Можно пригласить их посмотреть просто вот это видео. Я знаю, что многие дети меня смотрят. Так что, ребята, молодцы! И цените ваших родителей. Можете поговорить с вашими детьми на эту тему. И всегда помните, что ваши дети зависят от вас. Поэтому, в каком состоянии вы, в каком настроении вы, это очень-очень-очень важно. И, дорогие мои родители, если вы хотите больше практических советов о воспитании детей, я приглашаю вас на бесплатный марафон «Непослушный ребенок», который я буду проводить в конце августа. На этом марафоне как раз я хочу дать вам практические рекомендации, пошаговый план, как наладить отношения с вашими детьми, как воспитывать детей с уважением к ним и с уважением к себе тоже, как воспитывать детей без криков, без угроз, без шлепков. Это все возможно. Есть простые практические инструменты, которые вы можете применять буквально сразу же, как только вы о них услышите. Поэтому, если вы идите на марафон, подписывайтесь по ссылке под этим видео и в комментариях под видео напишите, что вы думаете об этой идее, что дети должны тоже заботиться о родителях. И если это в вашей семье есть, расскажите, пожалуйста, как это происходит, чтобы все мы могли больше понять, как нашим детям объяснить и передать вот эту необходимость, что, ребенок, если ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо, заботься о своих родителях. Вот такая вот история. Буду вам рассказывать еще много интересных историй и про мою семью, и в общем о воспитании детей. Еще много всего интересного для вас приготовила. Жду вас на марафоне. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео о воспитании детей. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и до встречи в следующих видео. С вами была Света. Пока! В правом нижнем углу экрана вы видите ссылку. Вам следует на нее нажать. Когда вы кликните по этой ссылке, вы попадете на мой сайт, чтобы подписаться. Кликайте прямо сейчас по этой ссылке и подписывайтесь. Кликайте, кликайте. Я жду. Очень хочется поделиться с вами этой информацией. Если вы кликните по этой ссылке, вы получите абсолютно бесплатный доступ к ценному подарку. Поэтому кликайте по красной кнопке и до встречи!